Здравствуйте! В следующем году на морских полях будет трудиться всего 136 иностранных рабочих. По крайней мере, столько разрешили областные власти. Еще пару-тройку лет назад их было в несколько раз больше. Хорошо это или плохо для сельского хозяйства, что число гастарбайтеров так сокращается? Будем узнавать сегодня в простых вопросах, разбираться в этой проблеме. Мой гость, глава крестьянско-фермерского хозяйства Корнеев Аркадий Петрович. Здравствуйте! Здравствуйте! Аркадий Петрович, давайте сначала зрителям дадим такую короткую информацию, небольшую. Что вы выращиваете, чем вы занимаетесь? Наше хозяйство занимается выращиванием овощей, занимаемся овощеводством. Как начали выращивать овощи, так как бы их не бросаем. Какие овощи? Овощи. Арбузы раньше выращивали, огурцы, морковь, капуста, свекла. В этом году попробовали лук еще, пробуем эксперимент. Так, а сколько лет вы уже занимаетесь овощеводством? КФХ зарегистрировано и занимаемся овощеводством 1999 года. 1999 года. Объемы, сколько у вас земли? Насколько у вас крупное? Ну, я считаю, что у нас не крупное хозяйство. 109 гектаров земли в аренде, да, все заняты овощами. То есть мы делаем все в оборот, то есть, допустим, 40 гектаров овощей высаживаем, а остальная земля как бы подготавливаем на следующий год. Вот, в таком плане. А сколько человек у вас работает? Ну, постоянных работников у нас человек 6 в год. По осени или весной, когда нуждаются рабочие руки, мы добираем, до 60 человек доходит иногда. Ну, это временщики такие, да? Да, на уборке или на посадке. Скажите, а у вас работники русские или вы привлекаете иностранцев? Ну, китайцев, да, в основном здесь китайцы? Нет, у нас работники все русские, из ближайших деревень, мы их привозим, собираем, домой доставляем. А где у вас находится хозяйство? Хозяйство расположено в селе Каникурган. Каникурган. И все это русские, так? Да, все русские. А китайцев почему не привлекаете? Ну, раньше у меня было такое сотрудничество с китайской компанией, да. Вот, как правило, показалось, что китайские работники, да, допустим, они первый год приезжают, работают у нас, вот, узнают, обживаются, узнают ситуацию, где что можно купить, где взять землю в аренду. На следующий год они, как бы, не сотрудничают, а приезжают уже как хозяева, арендуют землю и уже начинают на себя работать, перевозят с собой своих рабочих. Вот, и я, как бы, решил, что не хочу этого, как бы, плодить у себя. Ну, просто говорят, что китайцы, они более, во-первых, дисциплинированы, у русских, среди русских процветает пьянство и воровство, ну, опять же, говорят, да, а с китайцами проще и, самое главное, платить им можно поменьше, менее требовательные они. Ну, может быть, кому-то и проще, я, например, работали китайские у нас рабочие, работают русские, разницы в трудолюбии, в качестве работы я не вижу. То есть, как бы, если нормальный человек, русский, он работает хорошо, вот, качество работы, ну, такое же, вот. А зарплата? Языкового барьера нету. Зарплата, да, зарплата, получается, что взять на работу китайского рабочего дешевле, получается, обходится, чем русского. Вот, и в связи с этим мы, как бы... По идее, выгодно должно быть, выгоднее. По идее, выгодно, но мне, как бы, для меня лучше взять русских, то есть, языкового барьера нету, как бы, и вот эти все проблемы. Я же говорю, что они один год работают, но следующий год они уходят, и они составляют же мне же конкуренцию. Зачем я их буду брать? То есть, получается, что размножать, как говорится, конкуренцию. А большая конкуренция у вас с китайцами? Да, по овощам в основном китайские жители приезжают к нам и выращивают в основном овощи, то есть. А мы как раз овощеводческое хозяйство, у нас конкуренция большая. Так, а вот вокруг, вот у вас коникурган, да, хозяйство, вокруг много китайских ферм? Ну, было много, сейчас вот одна ферма там распалась, одна существует, потом в Рубселе ровно много, в Волково, в Грибском. Там, ну, Благовеческий район населен, там под Владимировкой сейчас китайская база тоже появилась. То есть, там, ну, по крайней мере, может быть не по документам, но в любом случае вы знаете, что там орудуют китайцы, да? Да, конечно, это же видно неооруженным глазом. Китайские теплицы, китайские люди работают в поле. Ясно. Ну, вот смотрите, да, вот недавно прошло заседание Межведомственной комиссии, просили на сельское хозяйство предпринимателей более двух тысяч заявок подавали, да, разрешили 136 иностранцев на следующий год. Вот, вот, как вы думаете, это хорошо или плохо? Как это отразится на сельском хозяйстве? Я вообще двумя руками за нулевую квоту. А, чтобы вообще ноль была? Чтобы вообще ноль была, то есть, как бы, разрешили, допустим, 136 человек квотирования, да? То есть, там кому-то дали, там, 5 человек, 10 человек. На этих 5-10 человек приедет еще нелегалов, и там будет человек 50. Ну, а чем вам так мешают китайские фермы, которые вот соседствуют с вами? Мы на своей земле в данном плане не выдерживаем конкуренции. Вот в овощеводстве себестоимость продукции складывается из, в основном, ручной труд применяется, да? Вот оплата труда закладывается в себестоимость продукции. Китайские овощеводы, которые здесь, легалы, нелегалы, они живут в Китае. То есть, они продали продукцию за рубль, уехали в Китай. В Китае все знают, жизнь дешевле, да? То есть, они демпингуют, да? Они снижаются. Да, демпингуют, да. А насколько у них дешевле? Ну, я не знаю. Дешевле настолько, что нам невыгодно. Вот так получается. То есть, с каждым годом их все больше и больше. Они уже даже сами, им даже самим уже бывает порой невыгодно. Они, бывают эти помидоры степлись, просто они у них переспевают, продать не успевают, цена дешевая. То есть, пропадают, бывает, тоже у них, у самих тоже. Ну, по идее, потребителям должно быть выгодно, опять же, да? Все же хотят покупать хорошее и за небольшую цену, правильно? Правильно, да. Потребителям может быть и выгодно, но тут как бы надо смотреть на качество продукции. А какое качество у них? То есть, допустим, вот мы выращиваем овощи, да, у нас контролирует Ростехоснадзор применение всяких препаратов, допустим, да. Вот ту же, допустим, капусту я выращиваю против листогрязующих гусениц, там, насекомых. Применяем препараты, которые разрешенные, официально зарегистрированы в Росреестре, в Российском реестре. Потом, впоследствии, при продаже мы делаем декларацию качества, либо сертификат. У меня такой был случай, да, то есть, по китайским полям тоже там езжу, где вот китайцы выращивают. Вот идет китаец с опрыскивателем, да, у него пузыречек зелененькая жидкость, иероглифы. Я спрашиваю, что это такое? Он, не знаю, пуминбай. Вот, залил, прошел, опрыскал, я смотрю, вот, у него на капусте ни одной, как бы, повреждений нет, ни одной дырочки, все, она стоит. Вот, у нас мы применяем препараты, все равно существует какой-то процент вредителей, да. Значит, там какая-то убойная жидкость, да, видать? Да, там жидкость неизвестная, вот, то есть, эту капусту срезают, везут на базу Дружбу, продают там, да. А какой препарат применялся, и какое остаточное количество его в этом овоще, неизвестно. То есть, люди покупают. Ну, а что, этих китайцев Росфельхознадзор не проверяют, что ли? Ну... Почему вас проверяют, а там не проверяют? Или как? Получается, картина такая, допустим, Росфельхознадзор проверяет, как бы, у кого земля в аренде, да, то есть, там есть особый, как бы, порядок проверки, да. Вот, мы официально зарегистрированы, то есть, нас и проверяют там... Ну, вот они, никуда вы не денетесь, да? Да, никуда вы не денетесь, то есть, и все это происходит, как бы, в соответствии с законодательством, то есть, уведомили, приехали, проверили документы на землю, там, как землю обрабатывал, чем там, все это проверяется. А нелегалы, они сегодня здесь, завтра там, в любом клочке Росфельхознадзора может и не знать, где там что-то выращивается. То есть, они не задокументированы, вы имеете в виду, то есть, там никто не знает здесь, что... Ну, да, эти поселы-то не регистрируются в большей половине, в большей степени, да, получается так, то есть... Ну, а вот вы говорите, нелегал, нелегал, у нас же есть контролирующие органы, которые ходят постоянно с проверками, какие-то рейды там проводят. Ну, насколько мне известно, по слухам, да, что у каждого китайца, нелегала, работающего в поле, вот здесь в кармане лежит 5000 рублей. 5000? Да, 5000 рублей. Хорошая сумма. Такая такса, наверное, я не знаю, ну, насколько мне известно, вот был такой случай, еду мимо осенью, работают в поле много китайцев, раз, неоткуда появились, картошку копают. Ну, два дня работают, раз, приехали их контролирующие органы, видимо, выгнали, через два дня они опять же те же самые, там же работают. Ну, а что же делать-то получается? Ну, тоже, смотрите, вы говорите квоту сделать нулевую, да, но с другой стороны, ведь, если опять же все это организовать грамотно и официально, наверное, мы никуда без дешевой рабочей силы не денемся. Или вы считаете, что в сельском хозяйстве она вообще не нужна, пусть работают на стройках, где-то в общепите? Ну, может быть и так, я считаю, что в деревне, как говорят, работы нету, да, вот, куда пойти на работу, на хорошую оплачиваемую работу, куда в деревне пойти? Овощеводство, это, в принципе, нормальная работа, да, для сельского жителя, да, вот, и тут надо, как бы, выбирать занятость своих людей, которые в деревне бездельничают, вот, либо привлекать дешевую иностранную рабочую силу. Мое мнение, если границу, допустим, вообще открыть, то у нас мало что тут будет своего, ну, мне так кажется, то есть будут через некоторое время и руководители, и чиновники тоже будут китайские сидеть, если так отпустить все. Спасибо большое. Я думаю, что вы сегодня очень много полезной информации рассказали, в том числе и для наших властей, и для нас, обычных потребителей. Но что хочу сказать, вот, я обычный человек, который просто, хоть по магазинам покупает овощи, я что хочу? Я хочу знать точно, что овощ, который я куплю, в нем нет ничего такого, что потом вернется для меня какой-то болезнью. Я хочу, чтобы, действительно, наши производители поддерживали, я хочу, чтобы мы здесь, на своей территории, чувствовали себя хозяевами своей земли, а никак не иностранцами. Вот, это все, что я хочу. Желаю всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»